Мы узнали, что кровь Христа дает нам силу, если у нас есть откровение и понимание того, что такое вера в кровь Иисуса. Мы выяснили, что вера в кровь Иисуса — это знание того, что она совершила, что мы получили благодаря ей. Об этом нужно знать, потому что как можно чему-то верить, не зная Божьей воли? Пока я не узнаю Божью волю, Божье Слово — это синонимы. Божья воля и Божье Слово — это синонимы. Если я не знаю Божью волю для моей жизни, как я могу поверить в это? Пока я не узнаю Божью волю, пока я не узнаю, что говорит Божье Слово о крови Иисуса, я не смогу поверить в это, не смогу черпать в этом силы. Итак, вера в кровь Иисуса — это знание того, что она совершила, что мы получили благодаря Его крови. Это очень важно. Во-вторых, мы должны поверить в это. Чем больше времени вы проводите, укрепляя свою веру, тем крепче она становится, после чего самое время применять ее на практике в повседневной жизни. Теперь я могу сказать, что через кровь Иисуса мне дана победа, исцеление, я покрыт кровью Агнца, и никакое зло не коснется меня. Падет подли меня тысяча, и десять тысяч одеснуй меня, а ко мне не приблизится благодаря крови Иисуса. Когда моя вера получает практическое применение и обретает форму через исповедание, дьявол постыжен, а я праздную победу. С верой в кровь Иисуса я каждый день праздную победу. Вот как это действует. И последнее, ожидайте чудо. Я читал в Библии, что может кровь Иисуса, и я жду этого. Дальше. Читая историю распятия, мы узнали, что кровь Христа, Божья драгоценная кровь, пролилась пять раз. Мы читаем, что когда Иисуса били плетьми с кусочками металла, у Него из ран на спине текла кровь. Написано, что ранами Его мы исцелились. Кровью, которая текла из ран на Его спине, Он приобрел для нас исцеление. Всякий раз, когда Его кровь проливалась, это было платой за что-то. кровью, которая текла из ран на Его спине, Он приобрел для нас исцеление. Перестаньте мириться с болезнью. Кровь Христа — это плата за ваше исцеление. Аминь. Его кровь пролилась и во второй раз. Это было в тот момент, когда Ему на голову надели терновый венок с острыми шипами. Голова — это место передачи власти, даров. На голову возлагали руки, передавая благословения. Когда шипы вонзились Ему в голову, у Него потекла кровь. Шипы олицетворяли собой проклятие. Кровь текла у Него по голове. И этой кровью Он приобрел для нас свободу от проклятия. Теперь, когда мы свободны от проклятия, мы получили благословение. Отныне вам больше не придется терпеть проклятие, если только вы сами этого не захотите, потому что кровь Иисуса стала платой за вашу свободу. Третьим местом, откуда Его кровь пролилась на распятие, стали Его руки. Важно, чтобы вы это поняли. Постарайтесь понять, что я вам сейчас скажу. Руки. Кровь текла по Его рукам. Давайте вспомним, о чем мы говорили в прошлый раз, и продолжим. Евангелие Таианна, 19 глава, стихи с 16 по 18. Готовы? Читаем. «Тогда, наконец, Он предал Его им на распятие, и взяли Иисуса и повели. И, неся крест Свой, Он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли Его, и с Ним двух других, по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса». Итак, распяв Иисуса, они взяли Его руки и прибили к кресту. Кровь текла ручьем, причиняя невыносимую боль. Это третье место на теле Христа, откуда на землю стекала Его драгоценная кровь. Раны от гвоздей на руках. Почему руки? Помните, что Бог ничего не делает просто так. У Него на все есть свои причины. Так почему же именно руки? Видите ли, руки являются символом материального успеха и силы. Назначение рук — трудиться и приобретать богатство. Своими руками вы раздаете и зарабатываете деньги. Библия особое внимание уделяет тем, кто трудится своими руками. Говоря о том, какое это благословение, откройте 28 главу книги Второзакония. Второзаконие, 28 глава. Восьмой стих. Скажите соседу, добро пожаловать на урок. Если вы это поймете, вы будете говорить об этом без умолку. Как же я хочу, чтобы вы это поняли. Второзаконие 28, 8. Здесь сказано, «Пошлет Господь тебе благословение в житницах твоих и во всяком деле рук твоих. Все, к чему бы ты ни прикоснулся, будет благословлено. и благословить тебя на земле, которую Господь Бог дает тебе». Дальше, 12 стих. «Откроет тебе, Господь, добрую сокровищницу свою, небо, чтобы оно давало дождь земле твоей во время свое, и чтобы благословлять все дела рук твоих. И будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы». Другими словами, Бог говорит, «Я хочу благословить твои руки настолько, что ты будешь давать взаймы». Вот этими руками. «Я хочу, чтобы ты был благословлен настолько, чтобы мог давать взаймы». «Слава Богу!» Скажите, «Мои руки благословлены. Все, к чему я прикоснусь, будет благословлено». Кто из вас в это верит? Хорошо. Давайте откроем Второзаконие 12.7. Второзаконие 12.7. И прочитаем 7 стих вместе вслух. Готовы? Читаем. «И ешьте там пред Господом, Богом вашим, и веселитесь вы и семейство ваше о всем, что делалось руками вашими, чем благословил тебя Господь, Бог твой». Он говорит, «И веселитесь о всем, что делалось руками вашими». Это приносит радость. Поймите, Бог хочет благословить дело рук ваших и дать вам успех во всех ваших начинаниях. это относится ко всем верующим. Аминь. Давайте не будем спешить. Постарайтесь понять, что я хочу до вас донести. Больше всего от проклятия, которое стало следствием грехопадения, пострадала финансовая сфера жизни человека. Не думаю, что большинство из вас, читая эту историю, понимает, какой урон понесла экономика человечества в этот момент. Только вдумайтесь. До грехопадения человек жил на полном Божьем обеспечении. Не так ли? «В саду было все, что нужно». Правильно. Ему не нужно было в поте лица добывать себе пропитание. Избыток, скажите, избыток. Избыток был во всем, что его окружало. Кстати, Бог создал сад изобилия еще до сотворения человека. А как называлось это место? Эдем. Эдем значит «избыток». Послушайте. Эдем значит «избыток», наслаждение, рай, радость или удовольствие. Так было до падения. В момент грехопадения человек был лишен изобилия. Понимаете? Он был изгнан из Эдема. А что значит Эдем? Как я уже говорил, это значит «избыток», удовольствие, рай. В момент грехопадения человек был изгнан из сада изобилия. Изгнан из Эдема. Лишен удовольствия. Изгнан из рая и лишен жизни. Полное удовольствие. И отныне он должен был работать в поте лица. До грехопадения земля приносила обильный урожай. А после она перестала приносить урожай. Это олицетворение бедности. Что такое бедность? Бедность — это лишение, недостаток, дефицит, долги, нехватка, когда от прежней эффективности не осталось и следа, когда вы не способны обеспечить минимальный уровень потребностей и комфорта. На место достатка пришла нищета. После произошедшего в саду в мир пришел недостаток. Бедность. Бедность — это не Божье изобретение. Бог создал изобилие. Бедность — это изобретение дьявола. Послушайте меня внимательно. Из-за того, что мы не понимаем, что такое бедность, мы не усматриваем ее в грехопадение человека. Недостаток — это прямое следствие падения. Это и есть бедность. Недостаток — нехватка, скудость, долгий дефицит. Это бедность. Проблема современного общества в том, что мы так долго жили в бедности, что не знаем об этом. Вам не хватает денег, и вы думаете, что это нормально, потому что все так живут. Мы прочитали, что Бог хочет благословить всякое дело ваших рук. Он уготовил вам избыток, а вы смирились с бедностью, недостатком, с вечной нехваткой. Вы терпели и допускали это. И пока вы это допускаете и не дадите этому отпор, так и будет. А вы так и будете искать этому оправдание. Почему это так? Вместо того, чтобы назвать вещи своими именами. Это бедность. Это следствие грехопадения. Я искуплен. Это значит, что я искуплен от нищеты, от недостатка и бедности. Но вы смирились с постоянной нехваткой. Вы говорите «Слава Господу! Аллилуйя!» Бог все усмотрит. Он уже усмотрел. Он хочет, чтобы вы были богатыми, а не нищими. Перестаньте мириться с нищетой. Поймите же вы, наконец, вы живете от зарплаты до зарплаты. Ребенку нужна обувь. Пришел счет за свет, а еще счет за газ не оплачен. Телефон отключили. Вы ждете зарплату. Вы перехватили у Петра, чтобы вернуть долг Ивану. И вы думаете, что это нормально. Пока вы это терпите, так и будет. Церковь, я говорю вам, хватит это терпеть. Настало время покончить с нищетой. Скажите вместе со мной, у меня не будет недостатка. Давайте скажем, со мной этого не случится. Я рожден свыше. Я дитя Божье. Иисус пришел, чтобы дать мне жизнь с избытком. У меня не будет недостатка. У меня будет успех. Это дело моих рук. Я буду благословлен. Бог сказал Адаму, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Что такое смерть? Это потеря отца и его заботы. Что он натворил? Он наслушался. Непослушание ведет к потере отца и его заботы. Он назвал это проклятием. В тот день в мир вошла бедность. Человек был изгнан из места изобилия. В его жизнь вошла бедность. И люди долгое время мирились с таким положением дел. На смену изобилию пришла бедность, человеческий труд был проклят, начался экономический спад. Давайте вспомним, что Бог сказал человеку после грехопадения последнего. Это говорит о том, что в момент грехопадения особенно сильно пострадал успех и материальное благополучие человека. Откройте бытие третью главу. Поймите пока вам, не противит ваша нищета, вы таки будете нищим. Сегодня ваш день покончить с нищетой. Я волнуюсь. Бытие третья глава семнадцатый стих. Послушайте. В свете вышесказанного послушайте вот что. Адам уже сказал за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав «не ешь от него». Скажите «непослушание». Очевидно, что непослушание ведет к бедности. Оно приводит к недостатку, вызывая острую нехватку. Смотрите, что дальше. За твое непослушание проклята земля за тебя. Секундочку. Если раньше земля была плодородной, то теперь она проклята. Дальше со скорби будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Постойте-ка, но я не должен есть в печали. Он говорит, терния это лицетворение проклятия, и волшты произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою в поте лица твоего. Это бедность. Скажи соседу, хватит потеть, как грешник. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься. После своей смерти человек возвращается в прах, из которого создан, но до этого вас ждет проклятие. Он говорит о лишениях. Это бедность. Говорит о скорбях, это бедность. О неурожае, это бедность. Тяжелом труде и борьбе за выживание, это бедность. Бедность как результат грехопадения стала следствием падения. Бедность стала следствием грехопадения. Не понимаю, почему за столько лет это нельзя было понять и хотя бы попытаться что-то изменить. Очевидно, что это последствия грехопадения. Это не произошло в одночасье. Любой дефолт не бывает без причины. Это следствие падения. Одно без другого не бывает. Всегда приезжая в бедную страну, я вижу не столько бедность, я смотрю глубже, живут ли они в послушании Богу. И если я вижу колдовство, магию, другие признаки, я понимаю, что так и должно быть, потому что это следствие непослушания Богу. Немного информации к размышлению, немного статистики. На сегодняшний день эти цифры на порядок выше. Мы возьмем их за основу. Послушайте. Больше 40 тысяч детей умерли с голоду. 750 миллионов ложатся спать голодными. 100 миллионов не имеют крыши над головой. 90 миллионов спят в картонных коробках и где придется. Миллионы живут на мусорных свалках в антисанитарных условиях и умирают, не получая элементарного лечения. В одной только Южной Америке более 20 миллионов бездомных детей. Каждый день более 100 тысяч человек умирают без Бога. Более 2,5 миллиардов человек по всему миру до сих пор не слышали Евангелие. Если бедность была наиболее значительным следствием грехопадения человека и остается одной из самых серьезных проблем современного общества, так, получается, что искупление, которое не решает проблему бедности, является неполным. Если церковь проповедует об искуплении, которое не затрагивает проблему бедности, такое искупление нельзя назвать законченным. Когда мы приходим в церковь, мы часто слышим о том, что я искуплен от греха, дай аминь. Я искуплен от болезни, дай аминь. Я искуплен от проклятия закона, дай аминь. Но пока я не пойму, что искуплен от нищеты, мое искупление будет неполным, потому что проблема, как была, так по сей день и остается, пока те, кто живет в бедности, не узнают, что кровь Иисуса искупила вас от бедности. В тот момент, когда Иисуса распяли на кресте, прибив Его руки к кресту, это стало платой за избавление от бедности. Вы меня слышите? Когда руки Иисуса прибили к кресту, это стало платой за избавление от бедности и вместе с тем повлекло за собой изобилие. Послушайте меня внимательно. Кровь у Него на руках стала платой от бедности и принесла изобилие. А раз уж за это заплачено, почему бы этим не воспользоваться? не знаю как вы, но если вы купите мне рубашку РОС 160 размер 50 вы заплатили за нее 500 долларов принесли мне и говорите за нее уже заплатили? Знаете, я не буду ею любоваться. Слава Богу, за нее заплатили. Раз уж вы за нее заплатили, я ее надену. Зачем упускать такую возможность? Если мы с вами пойдем в ресторан и пока вы отлучились ненадолго, я за вас заплачу, я не хочу, чтобы вы сидели как бедный родственник. Ешьте, за все заплачено. Так же здесь, поскольку его кровь стала платой за ваше избавление от нищеты, от недостатка, от проклятия бедности и стала платой за ваше изобилие, пришло время избавиться от нищеты и начать пользоваться своим изобилием, за которое он заплатил своей драгоценной кровью. скажи соседу, я больше не буду бедным. За мой избыток заплачено кровью Иисуса. Заплачено. заплачено, но миру удалось убедить вас в обратном. Заплачено, но вы боитесь им пользоваться. Заплачено, но вы не хотите этим пользоваться. Заплачено, но вы не хотите, чтобы кто-то подумал, что вы любите деньги. Заплачено, но вы не хотите извлечь из этого выгоду. А я говорю вам во имя Иисуса, что с удовольствием воспользуюсь всем тем, за что Иисус заплатил своей кровью. Я буду этим жить, в этом ходить, этим наслаждаться. За все заплачено. Заплачено. Он отдал Себя, Свои руки. Руки, что сотворили небеса и звезды во славе их. И позволил пронзить эти руки. Он обнищал ради вас, чтобы вы обогатились Его нищетою. Я все объясню, но прежде давайте откроем третью главу послания к Галатам. Скоро вы все поймете. Да и аминь. Вы все поймете. Скоро мир увидит, кто вы на самом деле. Слава Богу! Скажите своему соседу, «С этим покончено». Вы спросите, с чем покончено? С недостатком, с долгами, с нищетой. С этим навсегда покончено. Я принимаю это верой во имя Иисуса. Я не буду жить в нищете, зная, что за мою свободу от нищеты заплачено. Если вы так делаете, вы ведете себя, как бычок из мультфейма «Рога и копыта». Как тот бычок из мультика. Вы знаете, что за все заплачено, но продолжаете наступать на те же грабли, загоняя себя в ловушку. Слава Богу, что Он оставил запасные ключи. Как только вам надоест сидеть взаперти, протяните руку и возьмите ключи, как Он и сделал. Отоприте дверь и начинайте пользоваться тем, за что Он заплатил ради вас. Галатам 3 глава, 13 и 14 стихи. Взгляните на это в свете того, о чем мы говорили. «Христос искупил нас», что означает «избавил» от клятвы закона. Бедность — это проклятие. Мы говорили об этом в прошлый раз. Написано «беда для бедных в скудостях». Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою. Он стал проклятием ради нас. Он этого не заслуживал, но стал проклятием ради нас. Ибо написано «проклят всяк, висящий на древе». Он стал проклятием, дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, на нас с вами. Итак, Он стал проклятием с определенной целью. Он стал проклятием, чтобы мы были благословлены. Давайте запишем определение. Проклятие равнозначно бедности. А теперь вопрос. Бедность — это проклятие? Хорошо. Запишите следующее. Благословение равнозначно изобилию. «Всякий раз, когда я вижу человека, которого Бог благословил, я вижу изобилие». Хорошо. Дальше. Запомните это простое уравнение и откройте 8 главу 2 Коринфянам. 2 Коринфянам, 8 глава, 9 стих. 2 Коринфянам, 8 глава, 9 стих. Читаем все вместе. Готовы? «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». Хорошо. А как вам такой вариант? «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи благословлен... Поняли, что я сделал? Что Он, будучи благословлен, ради вас стал проклятием?» Мы читали в послании к Галатам о том, что благодаря этому мы получили благословение. или так, «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он во всем, имея изобилие, стал нищим ради вас, чтобы от Его нищеты вы получили изобилие». Получается, Он заплатил за вашу свободу, а вы хотите остаться в тюрьме. Он заплатил за нее своей кровью. Иисус никогда не был нищим духом. Он пошел на это ради вас. «Ради вас!» И вот что Он сделал. Он говорит, «Я не обеднел и не проклят и не заслужил этого, но ради вас Я стану, Я сделаюсь таким, и так будет правильно». Он ничем не заслужил проклятия. Он сделался проклятием, чтобы через это своей кровью Своей кровью. А где проклятие, там кровь. Сделать нас богатыми. Проще говоря, Иисус сказал, «Я стал нищим, чтобы вы были богаты». «Я стал нищим, чтобы вы были богаты». Перестаньте жалеть себя и упрекать Бога в безразличии. Как вы можете так говорить? Он пролил свою кровь. Как вы можете говорить, что Он не желает вам добра? Что Его не интересует ваше материальное положение? Он пошел на крест, дал Себя распять, чтобы вы вышли из проклятой земли и вошли в землю изобилия. Не говорите, что Он думает только о том, как бы поскорее заманить вас в рай. Оказавшись в раю, вы не будете знать, как себя вести среди всей этой роскоши. Настолько все непривычно. А Он хочет, чтобы вы процветали. Да поймите же вы, наконец, что Он заплатил за то, чтобы вы процветали, а вместо этого процветают прожженные грешники. Хотя это не они, а вы должны процветать. Но я вас не заставлю. Вы боитесь за свои деньги, а Бог желает вам успеха. Последний грешник живет лучше вас. Такого быть не должно. Чтобы исчаде ада, наркоман, лжец и прелюбодей жил в изобилии, которое Иисус приобрел для вас своей кровью. Ну, хорошо, уговорил. Но что мне делать? Начни с языка. Начните с языка. Скажите, я отказываюсь жить в бедности. Я отказываюсь жить в недостатке. Я живу в изобилии. У меня всего в избытке. Я свободен от долгов. Я ни в чем не нуждаюсь. Возможно, пока это не так, но нужно с чего-то начать. Назовите несуществующее, как существующее. Начните что-то делать. Скажите дьяволу, что с этого дня вы отказываетесь признать тот факт, что обречены жить в бедности. Потому что Иисус считал это настолько важным, что пролил свою кровь, чтобы наша жизнь во всем была лучшей жизни тех, кто не послушен Ему. Начните что-то делать. Перестаньте твердить, как все плохо. Что не знаете, как свести концы с концами. Не делайте этого. Когда вам плохо, написано, пусть бедный скажет. Знаете, почему он это сказал? Нужно с чего-то начать. Видит Бог, я этого не хотел. А вы говорите, для него это не важно. Он пролил свою кровь. Меня не запугаешь. Мне не будет стыдно. Я ношу только то, за что заплачено. Слава Богу! Аллилуйя! 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 Спасибо за кровь! Это вызывает у вас раздражение, потому что вы не знаете, что с этим делать. У вас не получилось, и вы стали завидовать тем, у кого получилось. У вас не получилось, потому что вы были непослушны Богу. вы жили в грехе, во лжи, вы творили беззаконие, прячась от посторонних глаз, а потом вы приходите в церковь и говорите, «Аллилуйя!» пытаясь выставить все так, будто Слово не исполняется, тогда как Слово всегда исполняется в жизни тех, кто живет в послушании. Пастор, ты только в Африке об этом не говори. Говорил, и они преуспевают. Так и должно быть у искупленных кровью святых. У тех, кто живет в праведности. Я не буду ни под кого подстраиваться. Я не позволю вам испортить мне жизнь. Не бывать этому. Я не позволю, чтобы кто-то испортил мне жизнь. Я этого не допущу. Делайте, что хотите. Говорите, что хотите. Я буду любить вас, молиться за вас. Если у меня есть враги, что ж, в Библии сказано, чтобы я любил своих врагов, вы ничего не можете сделать. Иоанна, 10 глава. Знакомые стихи. Цель при успевании не набить карманы, а помочь бездомным детям. Дать людям крышу над головой. Рассказать людям о Боге, когда ваши деньги идут на нужды Его Царства. Суть не в том, чтобы купить новый дом или новую машину, а чтобы посеять в Его Царство. А когда вы сеете в Его Царство, Он позаботится о машине для вас. Посейте в Его Царство. Станьте для кого-то благословением. Люди нуждаются в помощи. Какой от нас толк, если мы сами нуждаемся? Как мы можем помочь Гаите, если не можем заплатить за свет? Как мы можем помочь бездомным детям, если облизываем за собой тарелку? И бутерброд для нас — это хлеб с майонезом. А если и с сыром, то кусочек настолько тонкий, что насквозь всё видно. чтобы быть благословением, нужно иметь благословение и уметь им пользоваться. Посмотрите вокруг. Мы нужны им. Кто-то из вас начнёт свой бизнес. Я не буду этого делать. Я не буду читать вашу книгу о том, как стать богатым. Бог знает, как это сделать. Он скажет вам, что для этого нужно. Я не буду ничего вам говорить. Бог будет говорить с вами. Он заговорил с женщиной, у которой были долги, и она боялась потерять сына. Он сказал ей, «Пойди и возьми, что у тебя в доме. Возьми, что имеешь». Она ответила, что у неё нет ничего, кроме масла. Тогда он сказал ей, «Пойди, попроси сосудов, да побольше». Бог знает, как принести избыток в вашу жизнь. От вас требуется лишь желание быть благословением. Перестаньте думать о себе. Подумайте, как вы можете помочь людям, вместо того, чтобы использовать людей в своих интересах. Мне нужно немного денег. Деньги нужны мне, чтобы покушать. Райского сада больше нет. Бог забрал его. Его нет на карте. Бог поместил сад внутри каждого возрождённого верующего. Сад у вас внутри. Слава Богу. Если ваш успех служит только для удовлетворения ваших потребностей, это не настоящий успех. Успех царства. Понимаете? Успех царства – это и ваш успех. Успех ради Его царства, а не ради успеха. Оставьте себе вашу книгу об успехе. У меня уже есть одна. Мне не надо. Оставьте себе. Я хочу научить вас Божьим методом. И самое главное – мотив. Зачем мне это надо? Зачем я здесь? Что вы так на меня смотрите? Зачем вы пришли? Что вы здесь делаете? Может, вы ищете жену? Что ж вы ищете там, где надо? Но прежде займитесь собой. Этим женщинам нужны святые мужья. Им нужны праведники. А не те одержимые. Ну, вы понимаете, им нужны праведники. Тот, кто любит Иисуса, кто живет в святости, кто читает Библию, кто не боится работы, кто добился успеха. Им не нужны инфантильные мальчики. Уже проходили. Хватит. Один раз мы это уже проходили. Больше не хочется. Им нужны мужи Божьи. Так что вы пришли по адресу, но у вас должно быть хорошее резюме. Потому что я не отдам моих духовных дочерей за неудачников. Я все сказал. Внешность обманчива. Если он не платит по счетам, если он не любит вас, не заботится о вас, он и на старости лет будет так делать. Подумайте, вам это надо. Мы свободны. Мы свободны. Мы свободны. Хорошо. Иоанна, 10 глава. Господи, помоги нам. Что-то далеко я зашел. Надо взять себя в руки. Иоанна, 10 глава. Господи, помоги нам. Церковь, молитесь за меня. Вам не кажется, что я наговорил лишнего? Иоанна, 10, 10. Вернемся к слову. Кто-то скажет, ну ты хотя бы книгу назвал. Остальное забыл, но книгу-то назвал. Иоанна, 10, 10. Здесь сказано, мы еще не прочитали, да? Здесь сказано, вор. Очевидно, что это не Бог. Бог не вор, правильно? А о ком он говорит? О дьяволе. Вор приходит только для того, смотрите, чтобы украсть, убить и погубить. В притчах написано, что беда для бедных, скудость их. Бедность несет смерть. Дальше. Я пришел. Иисус сообщает цель своего прихода. Надеюсь, вы к этому готовы. Он говорит, Я пришел. Все вместе. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Иисус ясно говорит, Я пришел, чтобы дать вам жизнь с избытком. В расширенном переводе написано, вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел, чтобы вы имели полноту жизни и наслаждались избытком, когда всего через край. Такова отцовская воля для вас. Это Его воля. Нравится вам это или нет? Здесь так написано. Черным по белому. И это Божья воля для вас. Когда у Иисуса по рукам текла кровь, это стало символом завета, благословения и богатства в ваших руках. Он дал вам силу приобретать и создавать богатство в форме изобретений, различных концепций, творческих идей, через послушание Его голосу и наставлениям. Вау! Иисус заплатил за это своей кровью. Через это Бог хочет установить свой завет на земле. Он пролил свою кровь, чтобы у нас был избыток, которого у нас нет. Второзаконие 8, 18. Причина, почему люди к этому не стремятся, в том, что они смешивают любовь к деньгам с любовью к Богу. Никто не говорит, что нужно любить деньги. Это плохо. При этом, совершенно нормально иметь то, за что Бог пролил свою кровь. Во всем, что вы делаете, должен быть избыток. прочитаем 18 стих вместе вслух. Готовы? Читаем. «Но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он даёт тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет свой, который Он клятвою утвердил Отцам твоим. Но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он даёт тебе силу». Что такое сила? Сила — это способность довести дело до конца. И это сила — любовь. Сила — это способность довести дело до конца. И это сила — любовь. Если дьявол лишит вас любви, он лишит вас силы. «Если дьявол лишит вас любви, то он лишит вас силы. В вашей жизни есть люди, с которыми хочется порвать. И есть такие, которым так бы и дал, но нельзя, потому что тогда вы лишитесь силы. А ещё есть такие, которые не понимают нормальных слов. И выводят вас из себя. Не выходите из себя. Сохраняйте мир. Он вам ещё пригодится. Как только вы позволите этому случиться и обидитесь, потому что боитесь, что о вас подумают. Как только вы это сделаете, вы лишитесь силы. Кто о вас обидел и отнял у вас помазание? То помазание, которое даёт вам исцеление, которое даёт вам силу, помазание приобретать богатство, которое Бог обещал дать своему народу. Помазание служит проводником небесных идей. Если мы в помазании, приходит ясность. Помазание Божье открывает ваши глаза на то, чего никто раньше не видел. Под помазанием вы, подобно Иосифу, находите уникальное решение проблемы, после чего он стал вторым человеком в Египте. Благочестие — это не пустая трата времени. Благочестие обязательно приведёт человека к успеху. «Ибо Бог даёт тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет свой, который Он, клятвою, утвердил Отцам твоим». Хотите, скажу, какое отношение преобладает в современном обществе, причём вплоть до руководства страны? Часто слышишь, нам ни к чему все эти разговоры о здоровье и богатстве. Вам знакомы эти слова? Нам это ни к чему. Даже среди прихожан есть те, кто ждёт, не дождётся, когда я закончу. Стоит мне начать как «Я, пожалуй, пойду». И так хуже некуда. Куда вы так спешите? Мы хотим помочь вам, чтобы не было ещё хуже. Мы хотим помочь вам. Поймите, вам не обязательно это терпеть. Мы хотим, чтобы вы знали, что Иисус пролил свою кровь. Откуда вы взяли, что нам это не нужно? Бог не это имел в виду. Он хочет, чтобы все люди спаслись и попали в рай. Вот где подвох. Чаще всего те, кто так говорит, сами неплохо живут. Они не знают, что такое бедность, каково быть бездомным, что чувствуют те, кто перестал нуждаться. Евангелие гарантировало им достаток. Им этого неведомо. Они родились в богатстве. для них это пустой звук. Я хорошо помню, как в холод мама старалась закутать нас потеплее, чтобы согреть нас, потому что мы не могли заплатить за отопление. А еще я помню, что часто у нас не было света. Хорошо хоть газ был. Несколько лет нам приходилось греть и разбавлять воду. Я помню, как мы думали, что гамбургер это хлеб с маслом, а бывало, что и без масла. А еще я помню, как мы пешком ходили из садика домой, когда папа пешком приходил за нами, и мы шли и гуляли, потому что у нас не было машины или не было денег на ремонт. Помню, как мы ходили получать материальную помощь, коробку с надписью «От правительства США». Как я засовывал ложку в банку с ореховым маслом и не мог вытащить. Помню, как я доставал из коробки кусок застарелого сыра, настолько черствый, что его было не разрезать. Полежав в холодильнике, сыр не резался, а ломался, но это ничего, потому что я помню, какой вкусный был бутерброд с сыром. Я это помню. Я помню сахарный сироп, помню дешевую колбасу, я помню, как ложился спать голодным, помню искусственную елку. у нас не было денег на настоящую елку, как в кино. У нас была искусственная елка, которую мы ставили каждый год, и вата вместо снега, и никаких гирлянд, вот такое Рождество. Помню, что у папы и мамы не было денег на новые игрушки. Это было много раз. Я помню, когда у нас не было денег, мама подошла, взяла меня на руки и сказала, «Хочешь, я испеку тебе торт?» Она испекла торт, и у нас был праздник. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин